Всем большой привет, мои красавицы! В сегодняшнем видео покажу вам классные, полезные ужины, и это на самом деле просто невероятно вкусно и невероятно полезно. Если вам нравятся такие видео, конечно же, ставьте мне пальчик вверх, это очень хорошо меня поддерживает и стимулирует на съемку подобных видео. И, конечно, пишите мне об этом в комментариях. Итак, первый рецепт это мой любимый салат из рукколы с креветками. В своем инстаграм я показывала несколько вариантов этого салата, но классика есть классика, и я покажу самые основы. И для этого нам, конечно, понадобятся креветки, которые перед чисткой, естественно, нужно будет разморозить. Я не варю креветки, потому что маленькие розовые креветки уже вареные. Вы можете заменить креветки на любую рыбу, любые любимые морепродукты, куриную грудку, все что угодно, все что придет вам в голову. Но у меня классика это обычные маленькие креветки, и да, чище я их достаточно быстро уже, поэтому очень много времени у меня уже не уходит, хотя училась я достаточно долго. Весь секрет моих ужинах в том, что в них достаточное количество овощей и различной зелени. Для этого салата я использую, в принципе, любую зелень. Моя самая любимая это айсберг, но когда я увидела этот салат, я просто не могла пройти мимо. Конечно же, все это сначала моем, и также я беру свою обожаемую рукколу. Сказать, что я люблю эту траву, просто ничего не сказать, и беру я ее уже мытую. Обычный салат я не нарезаю, а рву. Все это перемешиваем и добавляем креветки. В этом салате также обязательный ингредиент для меня это помидорки черри. Честно говоря, я уже так сильно отвыкла от обычных помидоров, считаю, что черри гораздо вкуснее. Они немного слаще, немного кислее, да и вообще аромат у них есть на протяжении всего года, в то время как обычные помидоры вкусные практически только летом. Режем маленькими дольками. Самый частый вопрос это чем я заправляю салаты. Сейчас я покажу вам самый простой и один из самых вкусных способов. Буду использовать одни из самых любимых моих приправ. Это приправы Камис. Продукты под брендом Камис выпускаются международной корпорацией МакКормик. Кстати, для производства продукции Камис используют изысканные специи и травы из более чем 40 стран мира. Из самого высокого качества. Я просто наливаю пару столовых ложек оливкового масла. Вы можете в принципе взять любое, даже подсолнечное. И беру либо какие-то отдельные приправы и соединяю потом их вместе в масле. Либо я беру уже готовые приправы для салатов. Например, у Камис классная приправа для салата, которая содержит самые, по-моему, вкусные, самые ароматные травы и специи. В составе здесь паприка сладкая, соль, чеснок, черный перец, розовый перец, лук-порей, базилик и петрушка. Собственно, вообще все, что нужно нам для салата. Вы только посмотрите, как это красиво выглядит. Просто невероятно. Ну и, конечно, эта мельничка здесь два плюса. Во-первых, это просто удобно. Ну, а во-вторых, при перемалывании еще больше раскрывается и чувствуется аромат. Я добавляю достаточно большое количество. Вообще, я любитель специй. Я считаю, что именно они дают совершенно различный вкус блюдам, абсолютно любым блюдам. Тщательно перемешиваем специи в масле и даем ему настояться в течение примерно пяти минут. Кстати, в этом салате я довольно часто использую еще и яичный белок. Желток, кстати, я по вечерам особенно не ем практически никогда. Зато белок яйца это один из самых полезных белков. И он очень легко усваивается нашим организмом. Еще раз немного перемешиваем масло и добавляем эту ароматную заправку в салат. Конечно же, ни одно блюдо практически не обходится у меня без украшения. И, как правило, это орехи. В этот салат я всегда добавляю свои любимые кедровые орешки. Но вы можете добавить абсолютно любые, либо не добавлять их вообще. Это один из самых вкусных моих ужинов, поэтому я настоятельно рекомендую вам его приготовить. Меня иногда спрашивают, готовлю ли я капусту. И тут я задумалась, почему-то я вам ее ни разу еще не показывала. Хотя я капусту очень люблю. Для того, чтобы начать ее готовить, конечно же, сначала я ее мою. У меня качан небольшой и я буду использовать всю капусту, но в два захода, потому что иначе она просто не влезет на сковородку. Режу примерно половину и уже потом доложу еще одну половину. Режу я примерно средними кусочками, не очень длинными полосками, чтобы ее все-таки было удобно есть. Но и не очень мелко. В общем, режьте так, как вы любите. Если в обедах я вам говорила, что иногда позволяю себе обжарить на кокосовом масле, то к ужинам это точно не относится. Поэтому все сковородки у нас с хорошим антипригарным покрытием. И готовить мы будем с вами. Либо тушить на воде, либо не добавлять вообще ничего. Я просто выкладываю капусту в сковородку. И достаточно на большом огне сначала ее немножечко обжариваю. Затем тщательно перемешиваю и добавляю примерно 250 миллилитров воды. Перед второй закладкой капусты, просто чтобы было все удобнее перемешать и травы и специи отдали весь свой аромат, я буду использовать одну из моих самых любимых приправ. Это хмели-сунели. Эта приправа в своем составе содержит чеснок, горчицу, майоран, розмарин, немного соли, кориандр, базилик, тмин, тимьян, морковь, перец чили, паприку сладкую, мяту, шалфей и лавровый лист. Представьте, какой аромат сейчас стоит на моей кухне. Все это тщательно перемешиваем. И секрет красивого цвета, конечно, приправа карри. Карри придает любому блюду невероятно аппетитный цвет. Конечно, я готовлю и курицу с карри. Если вам интересно, как, я обязательно сниму это для вас. Только напишите мне об этом внизу под этим видео в комментариях. Но я карри добавляю иногда и в другие блюда, для того, чтобы они просто выглядели намного красивее. Достаточно буквально щепотки этой приправы, чтобы ваше блюдо выглядело совершенно по-другому. В составе приправы карри от Камис соль, куркума, семена пожитника, кориандр, чеснок, кумин, горчица, корица, имбирь, гвоздика, паприка сладкая, орех мускатный и перец чили. И это все в настолько классных пропорциях, что просто создает и невероятный вкус, и невероятный цвет. Добавляем остальную часть капусты и накрываем крышкой. Тушим так примерно 5-7 минут. Затем нам нужно будет все это тщательно перемешать. И наша вкуснейшая тушеная капуста будет готова. Тем временем я достаю из духовки мою фирменную куриную грудку в соевом маринаде. Если вы еще не видели, как я ее готовлю, ссылочку на этот рецепт я вам оставлю внизу под этим видео. Достаем, аккуратно режем ее уже на тарелке. И получается мягкая, нежная и очень вкусная куриная грудка, к которой мы добавляем тушеную капусту. Кстати, когда вы тушите капусту, уже ближе к концу приготовления можно добавить белок яйца. Получится очень вкусно! Я правда люблю тушеную капусту, и мне кажется, готова есть ее просто целыми днями. Выложили, и, конечно же, теперь наше блюдо украшаем. Я добавила несколько помидорок черри и посыпала кедровым орешком. Ведь, согласитесь, украшенное блюдо гораздо аппетитнее выглядит, и его просто хочется съесть еще больше! Для следующего рецепта нам понадобится рыба. Я использую палтус. Вообще белая рыба одна из самых белково-насыщенных, поэтому ее я советую использовать именно на ужин. Ну и, конечно, чтобы ее вкусно приготовить, нам нужно сначала ее разморозить. В этом рецепте мы будем использовать духовку. Выкладываем размороженную рыбу на противень. И здесь я также не буду заворачивать ее в фольгу, либо выкладывать фольгу на противень. Я просто положу на него рыбу. Она у меня только-только разморозилась, и на ней осталась вода. Я ее не буду как-то вытирать, осушать, потому что в этой воде рыба будет как бы тушиться. В этом рецепте я буду использовать приправу травы итальянской кухни. У Камис, кстати, есть отдельные приправы с лимоном и без специально для рыбы. Но я выбрала именно итальянскую кухню. В составе орегано, чебер, базилик, чеснок и лук репчатый. Если вам нужно немножечко подсолить, сделайте это отдельно. Я рыбу солить не стала. Я беру и достаточно обильно посыпаю рыбу. Как я уже сказала, я люблю довольно большое количество специй. Если вам нравится легкий аромат, то вы можете просто добавить щепотку. Потому что даже маленькая щепотка способна дать очень объемный такой вкус и аромат блюду. Я закладываю рыбу на 180-190 градусов примерно на 15-20 минут. Ну а тем временем принимаемся за приготовление гарнира. На ужин я практически никогда не использую какие-то крупы и вообще любые углеводные продукты. У меня довольно большое количество зелени, овощей, либо каких-то бобовых. Именно эти бобовые сегодня я буду использовать в виде зеленой фасоли. Она, кстати, содержит довольно большое количество полезного растительного белка. А это, в свою очередь, строительный материал для мышц. И таким образом, когда мы будем отдыхать и восстанавливаться ночью, наши мышцы, кожа, волосы и все остальное также будут восстанавливаться. Потому что белок этому как раз-таки будет способствовать. Я обычно покупаю замороженную фасоль. Мне нравится ее вкус, аромат и то, как быстро она готовится. Просто высыпаю ее на сухую сковороду. Из нее, естественно, будет выделяться влага. И в этой же влаге она будет тушиться. Я не люблю ее переваривать, то есть она у меня такая слегка хрустящая. Кстати, как и с капустой, в фасоль также можно добавить яйцо. И, опять же, я посоветую добавить вам не целое яйцо, а именно белок. Кстати, очень часто я покупаю именно белок уже в бутылке, чтобы не думать, куда же девать желток. И в фасоль я добавлю просто королеву всех приправ на мой вкус. Потому что эту приправу я добавляю, ну, можно сказать, вообще во все блюда. Это базилик. Вообще, моя любимая это базилик и розмарин. В приправе Камис в составе базилик сушеный-измельченный. Чистый базилик, который имеет приятный тонкий аромат с легкими такими свежими нотками. Кстати, в приправе итальянская кухня также есть базилик. И именно этим он мне нравится, потому что вообще базилик, он имеет очень такой обширный аромат. Очень такой объемный и достаточно интенсивный. Поэтому на блюдо нужно буквально прям чуть-чуть. Добавляю немного, тщательно перемешиваю фасоль. И накрываю крышкой. Мне нужно потушить это в течение примерно 5 минут. Достаем нашу рыбку из духовки. Красиво выкладываем ее на тарелку. И рядышком выкладываем фасоль. Это уже выглядит достаточно красиво. Но без украшательства я не могу. Поэтому добавляю немножечко грецкого ореха. И небольшое количество ядер, косточки абрикоса. Вы можете также добавить сюда небольшое количество помидорок черри. Или разбавить чем-то желтым, красным. Или полить каким-то ароматным маслом. Или просто растительным маслом. Поверьте, это очень вкусно и невероятно полезно. Итак, следующее наше блюдо. Это будет легкий овощной салатик. Который в любое время может сделать любая из вас. И это будет салат из овощей с яичным белком. В моем салате будут присутствовать огурец. Все те же помидорки черри. И в магазине я нашла такие маленькие прикольные перчики. Они, кстати, не острые. Просто обычный сладкий перец. Просто почему-то он такой маленький. Я обожаю использовать овощи на ужин. Потому что получается, что вы едите. И ваш живот, ваш желудок заполняется полезными, правильными, достаточно объемными продуктами. Из-за чего вы чувствуете насыщение гораздо быстрее и достаточно долго. И вам не хочется есть. И в то же время вы покушали правильные, хорошие продукты. Овощи замечательная альтернатива. Если, например, по кабажу вам остается достаточно мало. Но при этом при всем вам нужно поесть вечером. Тогда вы можете смело есть овощи. И не переживать по поводу того, что вы там переедите, например. Но опять же, смотрите. Если в овощи вы будете добавлять еще что-то, конечно же, это нужно будет учитывать в своем дневном кабажу. Все это режу на такие средние кусочки. Помидоры черри на 4 части. Перец просто колечками. Можете использовать совершенно любые овощи. Можете добавить туда рукколу. Можете добавить туда салат айсберг. Можете добавить туда небольшое количество, например, той же самой капусты. Или совершенно любых овощей. Я добавлю немного розовой соли. Все это тщательно перемешаю. И здесь я уже просто беру мельничку со специями для салата. И посыпаю просто сверху без масла. Это как раз тот вариант, когда, например, с жирами уже хватит на сегодня. Но при этом при всем покушать вам хочется. Ну, а если вам все-таки можно еще немножечко жиров, тогда мы добавляем вкусные и полезные орешки. Опять же, вы можете добавить либо кедровые орешки, либо миндальный орех, либо какие-то косточки абрикоса. В общем, все, что придет вам в голову, все, что вы любите. И тут я беру просто два яйца. Можно взять три-четыре. Я режу каждое яйцо на четыре части и добавляю все это в салат. Конечно, можно нарезать маленькими кусочками и вмешать это все. Но я его очень люблю, поэтому просто аккуратно положу сверху. И к тому же это еще и красиво. Я желаю вам всем здоровья. До следующего видео. Пока-пока!